Валентина Семеновна Пашинина одна из тех, кто считает, что поэт Сергей Есенин не покончил с собой, его убили. К существующим на этот счет версиям она добавляет ряд своих. Еще в 50-е годы заключенные северных лагерей передали Валентине Семеновне стихотворение, послание евангелисту Демьяну Бедному. Его приписывали Перу Есенина. Это якобы был ответ на поэму Демьяна Бедного «Новый завет», созданную по заказу большевиков с целью подрыва основ православной веры в России. Валентина Семеновна уверена, что неизвестное произведение Есенина оказалось очень неудобным для большевистского правительства. Оно и срывало все планы правительства против разорения православной веры, против разорения церкви. Еще одна веская причина убийства Есенина, по мнению Валентины Пашининой, неизвестное письмо одного из лидеров большевиков Николая Бухарина, своему другу Илье Бриттену в Берлин. В нем Бухарин говорит о лживости и лицемерии большевистской власти. И чтобы понять, что это за страшнейшее письмо, которое обличает всех большевиков, вот это надо его прочитать. И он пишет здесь все нуль. И Каменев нуль, и Зиновьев нуль, и почему они нуль, почему Сталин нуль. Крупская вообще дура. Это письмо было опубликовано в Берлине, но в России оставалось неизвестным. Позже оно тайно попало в руки Есенина. Поэт дал понять об этом Бухарину в одном из своих стихотворений. Он написал «Бухарин – немытая харя», использовав тем самым терминологию письма. Валентина Семеновна уверена, что Есенин был абсолютно не подластен большевистскому начальству. И оно давно точило на поэту зуб за его вольнодумские стихи. Эти и другие мотивы заговора против Сергея Есенина, его неизвестные рукописи, письмо Бухарина и ряд не менее интересных документов Валентина Пашинина изложила в двух своих книгах. Они вышли малым тиражом и неизвестны широкому читателю.